Добрый день, уважаемые друзья! Позвольте пригласить вас на маленькую экскурсию по нашему отделению оперативной эндоскопии. Проведем мы ее таким образом, как будто бы путь пациента от регистратуры, где на него заводят первичную документацию, собственно, до операционного или диагностического комбинета. Добро пожаловать! Первая часть нашего отделения более административная. В ней находится кабинет старшей сестры, ординаторская, склад, кабинет сестры-хозяйки и, кстати, кабинет Кирилла Вячеславовича. Там наверняка опять кипит бурная научная деятельность. Кирилл Вячеславович! Здрасьте! Услышу голоса. Добро пожаловать в отделение оперативной эндоскопии. Я так понимаю, у нас небольшая экскурсия? Да, немножко покажем, как у нас все устроено. Пойдем, у нас есть что показать. Далее пациент проходит на пост медицинской сестры-регистратора, которая, собственно, определяет всю логистику в отделении и дальнейшее его движение уже непосредственно в операционном блоке. Кроме того, здесь находится рекавери-зона для всех пациентов после поднаркозных вмешательств или диагностических исследований, в которых пациенты приходят в себя, дабы потом отправить их в отделение или отпустить домой. В 2019-2020 год у нас ежегодно выполняется порядка полутора тысяч оперативных вмешательств. А совместно с отделением диагностической эндоскопии в МКНЦ ежегодно проходит около 30 тысяч диагностических исследований. Основную часть отделения представляют семь рабочих кабинетов, три из которых приспособлены для исследований без анестезии и четыре кабинета для поднаркозных исследований либо оперативных вмешательств. Кабинет бронхоскопии, гастроскопии и колоноскопии, выполняемых без седации, и четыре универсальных операционных, в которых возможно выполнение оперативных вмешательств, либо диагностических исследований по внутривенной или интубационной анестезии. Все операционные оснащены полным набором эндоскопического и анестезиологического оборудования, что позволяет выполнять любые оперативные и диагностические вмешательства, независимо от типа, требуемой анестезии. Одна из операционных полностью приспособлена для выполнения комбинированных вмешательств под эндоскопическим и рентгенологическим контролем. Здесь выполняются все стентирования и горячо мной любимые РХПГ. После исследований все аппараты поступают в моечную, где проходит пресс-резолюционную очистку. В дальнейшем их переносит в дезинфекционную, где уже проводится машинная обработка дезинфекции высокого уровня. И вот еще одно из наших последних достижений. Благодаря нашим друзьям компании DT Medical мы в настоящее время имеем возможность наблюдать все то, что творится у нас в кабинетах и диагностических, и операционных. Сюда выведены изображения со всех стоек, которые расположены в отделении. Мы можем в онлайн-режиме смотреть, что происходит в каждом рабочем кабинете, участвовать при необходимости в работе и, соответственно, осуществлять контроль качества проведения этих исследований. Это сильно помогает в образовательном процессе. В частности, наши доктора, которые занимаются другой частью медицинской работы, в частности, оформлением медицинской документации, могут в онлайн-режиме присоединиться ко всему тому, что творится в операционных. Также это очень важно в обучающем процессе. У нас очень много курсантов, и мы можем в онлайн-режиме переключаться на все события интересные, которые происходят в разных кабинетах, поучаствовать в одной операции, либо посмотреть две операции, которые идут параллельно, переключаясь взглядом, ну и как бы получая наши комментарии по поводу того, что происходит. Надеюсь, вам у нас понравилось, и мы будем очень рады видеть вас в гостях, потому что мы себя здесь чувствуем как дома. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok